Встречи с ведущими работодателями края, ярмарка, вакансии, открытые лекции, мастер-классы и тренинги. В алтайском филиале «Ранхикс» прошла неделя карьеры. Настолько масштабное мероприятие ВУЗ провел впервые. Пять дней нон-стоп студенты знакомились с будущим начальством, осваивали необходимые при работе и трудоустройстве навыки, а также развивали собственные компетенции. Алтайский филиал «Ранхикс» это на самом деле топовый ВУЗ в регионе. И сегодняшний формат мероприятия, вся эта программа, еще раз возвращаюсь, она только подтверждает мою убежденность в этом. Всего участниками недели карьеры стали свыше 800 обучающихся по четырем направлениям. Экономисты, юристы, психологи и госуправленцы. Однако, несмотря на такой разброс, мастер-классы объединили их. Одним из таких стал тренинг по ораторскому искусству и постановке спикера перед аудиторией «Говори и влияй». По моей команде, по хлопу. Первый человек начинает о себе все это рассказывать. По хлопу я вас всех останавливаю. После этого второй и третий слушатель дают обратную связь. Студенты учились правильно использовать зрительный контакт со слушателями и наиболее эффектно и эффективно взаимодействовать с ними. Особенно важен для этого, говорит приглашенный спикер Антон Бабков, навык самопрезентации. Ведь восприятие аудитории на 90% зависит от того, как выступающий держится и как говорит. Чтобы прочувствовать это, участникам была дана возможность рассказать о себе. Когда я первый раз защищала свою работу, меня завалили кучи вопросов. Сочувствующие себя не стали студентом. Было мне такое. Но самое главное для меня было отстать в эту часть времени. После выступлений новоиспеченные ораторы получили профессиональную оценку и указания на недостатки. Самое полезное, что я запомнила, это то, что должен быть зрительный контакт, это то, что очень важно уделять внимание своим жестам, мимике, позе, движениям и также голосу. На самом деле мне очень понравилось, потому что это и теоретические какие-то знания, которые могут помогать, и в том числе практические навыки, когда ты сам можешь выйти, попробовать, поговорить перед аудиторией, и тебе тут же дают обратную связь. Но не мастер-классами едиными. Также студенты алтайского филиала «Ранхикс» встретились с потенциальными работодателями государственных и муниципальных органов власти. Все они рассказали будущим специалистам о профессиональных тонкостях, а также о стажировках, зарплатах и процессе трудоустройства. Если вы готовы результатам здоровья, вас управляет на психологическое пассивное, которое включает психодиагностику, в поликлинике МВД, психодиагностику у нас в главном управлении. Помимо государственной сферы, на неделе карьеры была представлена и частная. HR-агентства, крупные юридические фирмы и торговые сети. Как говорят студенты, их поразила открытость работодателей. Президенты отвечали на все заданные вопросы. А это дает возможность создать ориентир на будущее и открыть новые перспективы. Это очень полезная встреча. То есть я как студент, мне очень трудно найти какую-то вакансию, или я вообще, может быть, даже не знаю про какую-то фирму. И вот такие мероприятия открывают для нас глаза. Нужно думать, чем мы будем заниматься в дальнейшем. Все-таки, я думаю, подобного рода мероприятия, как сегодня, они способны натолкнуть студентов, все-таки расширить, можно сказать, свой кругозор в области профессий, работы. И думать уже о будущем, куда вот завтра я выйду из этих стен, академии, куда я пойду дальше работать. Не менее студентов во встречах в рамках интенсива заинтересованы сами работодатели и представители агентств по подбору персонала. На сегодня у ЛУЗа порядка 200 партнеров, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве. Каждый из них ежегодно принимает десятки студентов, многие из которых в дальнейшем становятся частью профессиональных команд. Мы тоже беремся и учим, организуем соответствующие практики. Уже было сказано, что мы и со стажировками работаем, мы работаем с практикантами, студентами. Сейчас мы выходим на уровень привлечения на неполный рабочий день студентов старших курсов, для того, чтобы люди, уже приходя к нам, имели возможность и понимание, что у них рабочее место есть, за каких людей мы держимся. Уже сейчас, не дожидаясь окончания обучения, учащиеся алтайского филиала Ранхикс подают резюме и заключают договоры с компаниями и госструктурами. С каждым годом эта статистика растет. Причина этому, говорят в Академии, плодотворный труд коллектива и высокий уровень подготовки выпускников. Не так давно мы делали мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. У нас великолепный показатель 92,4%. Это то, чем наш ВУЗ, я думаю, может гордиться. Это и наши кафедры выпускающие, это и факультет, это наша юридическая клиника, психологический центр, наш центр карьеры. Все вместе мы делаем эту работу в содействии, в трудоустройстве наших выпускников. Теперь, когда неделя карьеры завершена, организаторам предстоит проанализировать отзывы студентов. Их участники интенсива оставляли ежедневно. На основе этих данных будет сформирован список экспертов, мастер-классов и лекций для мероприятия в следующем году. А пока алтайский филиал Ранхикс приглашает выпускников на День открытых дверей. Знакомство с академией, студентами и преподавателями пройдет 9 апреля.